Катар, 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 jump to my Jaguar! Здравствуйте, с вами диванный голос Формулы-1 и добро пожаловать в Катар на автодром Лос-Айл, где и проходил 17-й там чемпионат мира Формулы-1 2023 года. Но прежде чем мы в этом ролике, впрочем, как и всегда в диванных обзорах, обсудим там, знаете, успехи и провалы каждой команды и каждого гонщика в отдельности, ну или, по крайней мере, поговорим о тех, кто этого наиболее заслуживает, предлагаю немного подурачиться. Короче, я говорю, в задницу нудятину даешь фирменные диванные специи. На сцену выходит Петраков-Горбунов, Макаров хочет что-то сказать, но и кает, его начинает рвать, он уходит. Выходит Притыкин, Притыкин, уважаемый Петраков-Горбунов должен с... Его рвет, и он убегает. Выходит Макаров, Макаров, Егор... Макарова рвет, он убегает. Выходит Серпухов, Серпухов, чтобы не быть... Его рвет, он убегает. Выходит Курова, Курова, Я была бы... Ее рвет, она убегает. Выбегает маленькая девочка, маленькая девочка. Папа просил передать вам всем, что театр закрывается, нас всех тошнит. Санекс. Да мать вашу, тут христа душу, у вас везде асфальт. Они говорят, не везде, ездите по асфальту, который с тонким слоем песка и пыли. Там, где песка больше лежит, туда нельзя, и вообще вы профессионалы, сами решайте. А если будете ездить там, где нам не нравится, мы вам будем штрафы давать, и вообще это все для вашего блага. А ну убьетесь еще. И эти такие, поляха-муха, здесь везде песок, асфальт хреново просышь. Короче, ну, короче, поедем под предположением. Ну и поехали. Там этот Макс так медленно ехал, что далеко не уехал, потому что не понимал, куда ехать. Ну и выиграл, конечно, офигней ему будет, но он еще вчера чемпионом стал. В смысле, почему вчера? Так там спринт был. Где, кстати, спирт у нас был. Тащи сюда, третью базу обмоем. Тогда этот Санкс на старте говорит, идите в жопу, я не поеду. Хрен такой, идите в жопу, я поеду. Но поехал так, что дальше не поехал. Прогулку я тебе рассказывать не буду. Там просто все едут, потом по очереди заезжают, меняются по 100 раз, потом обратно. Короче, бели-берда. Потом там такая жара, что плохо стало. Кто блюет, то прям за рулем вырубать. Я говорю, Алонс, Алонс, все жопу сожгли. Короче, не гонка, а гладиатрские бои. Один Ботас очень радостный едет. Я, говорит, Сауну очень люблю. Я, говорит, вы, вы, это, ну, вы ко мне приезжайте в гости, на дачу, я вас научу. А эти в итоге два крапуза-то изнакларно. Так сразу вырвались, как за Максом, так до финиша и доехали. Получается, что положение в чемпионате пилотов и как бы кубке конструкторов вот теперь-то выглядит вот таким вот следующим образом. Трасса там, где есть асфальт, где песок немного там, где много трассы, нет там асфальт, не трасса. На этом стандартный обзор гонки закончен. Мы же с вами переходим к мыслям. Здравствуйте, дорогие мои Формула Завры. Знаете ли, удивительная штука. Жизнь, конечно, понимаете, все время преподносит какие-то сюрпризы. Вот гонка в Катаре, например, да? Мир поклонников Формулы-1, ведь он давно уже делится на два непримиримых лагеря. Одни вовсю топят за шоу и случись вдруг какая гонка, в которой резко пойдет дождь или попросту раз в круг будут случаться аварии, тут же все кричат, что это была лучшая гонка во все времена. Вторые же любят какую-то классическую езду, изучать каждый сантиметр трассы и часами ждать того самого выверенного и искусственно проведенного обгона. Есть, конечно, еще все остальные, кто просто смотрит гонки и не ломает копья в интернетах этих ваших, но тогда этот монолог не будет выглядеть таким дофига эпичным. Так вот, у нас тут были нетипичные условия, обязательные пидстопы и вообще все пошло не по привычному сценарию. Казалось бы, то, что должно было сделать из гонки шоу. Но вдруг, вдруг гонка скорее превратилась в какую-то школу выживания умри или сдохни. Люди не выдерживали этого буквально квалификационного темпа, в котором им нужно было проехать стопроцентную дистанцию гран-при и буквально умирали за рулем. Жара, перегрузки, влажность, в общем, дичайшие рабочие условия даже для таких атлетов, как современные гонщики F1. И вот то, что должно было стать шоу, а значит, по мнению многих, хорошей гонкой стало чем-то странным, о чем даже сразу и мысли нет. Так что, знаете, я так предлагаю сегодня буквально на пальцах посчитать, хорошая это была гонка или плохая. Для каждого. Ну а там, в сумме решим. И вы обязательно голосуйте в комментариях, хорошая или плохая. Так что давайте, да, уже непосредственно к происходящему в этой гонке и перейдем, как всегда, по порядку, в плане прогресса и достижений. Кого-то поругаем, кого-то похвалим. Гран-при Катар. Юки. Вот, да, вот начнем с Юки. Неплохое начало гонки, а потом... Нет, понимаете, тут не Юки к Юки, от, скорее, проблемы конкретного шасси на конкретной трассе, ведь машина никак не хотела нормально ехать на жесткой резине, а Цунода все же не волшебник. Да и вообще, вопрос о том, хорошая была гонка или плохая, можно сразу закрывать на Юки. Вот, вот, вот в гонке Юки орал, как свинья? Нет. Значит, гонка? Давно. Нефильтрованная, зашибись. Загадывать это, конечно, неправильно, особенно учитывая еще совсем недавние события, те сюрпризы, к которым нас приучил Дэн Рикардо, но все же почти наверняка это была последняя гонка для Алиэма Лоусона в Формуле-1 с Альфа-Таурия в этом году. К сожалению, стоит признать, что это также было, пожалуй, самое слабое выступление Лоусона за прошедшие уже, блин, страшно подумать, как время-то летит, пять гонок, друзья. В целом, Катар как-то Лоусону не симпатизировал. Мало того, что трасса хрен знает какая, так еще и жарко, как в аду. И в спринте эта авария с Сарджентом, и в гран-при вот где там этот ваш лем был-то, понимаете, зачем он едет, куда, ну как, из плюсов, пусть и последним, пусть и с кругом отставания, но так и доехал, а ведь много кто не смог. Хюлькенберг перегрелся еще до старта, встал не на свое место, нет, в любой другой момент почти каждый из Пелотона, конечно бы, хотел занять место Карлса Сайнца, но явно не тут. Да и судьи этого, понимаете, тоже нифига не оценили, зарядив немцу изрядный штраф, из-за которого тому пришлось торчать сзади до самого конца этого гоночного вечера. Получается, что как бы так себе гонка. А помнишь, помнишь, как Макареевич-то пел? Ну вот не получается у Магнусона в этом году, ну не получается, ну что вы к нему пристали? Вот я вам говорю, не получается у меня уже эти обзоры писать, и вы такие, пиши. И вот они ему, Кевину этому тоже такие говорят, у меня не получается, они говорят, есть собака. В общем, он тоже оттуда сзаду стартовал, то и дело попрыгивал туда-сюда, что-то вот на этих пидстопах, даже в какой-то момент поднялся до восьмого места. Ну а в конечном итоге еще четырнадцатый. Это вот максимум в катере. А там еще Альфа-Ромео провела очень хорошие выходные, и Хаас опустился на девятое место в Кубке Конструкторов. Получается, что для них это какая гонка? Вот хороша ли гонка для команды, оба пилота которой после отправляются в медицинский центр. Вот у Албана, например, который приучил нас в этом сезоне скорее к подвигам, чем к провалам, в гонке клеилось, мягко скажем, мало чего. Но, возможно, решающим фактором этого и стало именно то, что он присоединился к своему обезвоженному сокоманнику в медицинском центре. В смысле нет. Он не для того, чтобы к другу в больничку поехать так ехал, а ехал так, потому что ему так же хреново было, как другу в больничке. В больничке. Он только выносливее более. Ну, тайцы же. Их там фиг поймешь, кто где. Все здоровые. Понимаете, блин. Саджент, я думаю, хотел бы забыть эти выходные как можно скорее. Возможно, он их даже и не помнит. Все как в бреду. Ибо выяснилось, что он чувствовал себя плохо большую часть недели. И, естественно, что такие жаркие и влажные условия в воскресенье только усугубили ситуацию. Вот единственный плюс, причем, кстати, хороший, жирный такой плюс, это его решимость доехать до конца. Это достойно похвалы. Он боролся ровно столько, сколько смог, что в очередной раз доказывает старую истину, что ни одного гонщика, пока он хоть как-то может двигаться, из Формулы-1 просто так не утащишь. Раз в год, как говорится, и палка стреляет. Нет, ну, наконец-то мы добрались хоть до кого-то, у кого эта гонка была по-настоящему хорошей. И знаете, что я вам скажу? Ну, тут тоже все очень просто. Весь секрет, разумеется, в Вальтере Ботасе и его любви к Сауне. Он и Гуанью нашу научил, так вон оно как ехало, понимаете? Реально, ну, сколько уж месяцев подряд Альфа-Ромео неумолимо отпускалась на дно Формулы-1. Но в эти выходные команда внезапно оживилась и впервые в этом сезоне набрала двойные очки. Вот шва истинно, что одним хорошо, то другим, ну, вот вообще никак. И вот именно тут, вот в самых сложнейших условиях у Альфа-Вивчан вот этих вот все получилось. Нет, наверное, это все-таки из-за Сауны. В целом, как мне показалось, оба гонщика французской команды были плюс-минус равны в эти выходные. Впрочем, наверное, как и в сезоне. Вот если у кого-то что-то не получалось в конкретный момент, а оно тут же слегка компенсировалось в моменте следующем. Вот так, вот знаете, искакали от квалификации к спринтам, от спринтов к гонкам по длине. Кстати, способность Акона переносить невероятные тяготы работы, перегрузки, перегревы, не чураясь при этом, в случае чего и проблеваться прямо в шлем, после спокойно, продолжив ту самую, собственно говоря, работу, по всей видимости, была оценена руководством Альпины на самом высшем уровне, потому как сам Истебан недавно был замечен в тестовой работе на северной петле Нюрнбург-ринга. Но вообще, он реально, без шуток, стал таким эталоном всех петралхедов, которые, знаете, ой, вот дайте мне вот эту машину, я на ней поеду, я из нее вылезать не буду, до тошноты буквально буду в ней гонять, вы меня уж палкой оттуда не вышибите. Мало того, что он в таком вот прекрасном вот состоянии, он еще и до неплохих очков добрался. Что тот такой он, что этот Гасли? Что же, да Гасли, вот этот явно возлагал достаточно большие надежды на этот Гран-при, но так уж вышло, что постоянно нарушал границы трассы на несколько сантиметров. И в итоге, но нарушался до такой степени, что он наковырял несколько штрафов, ставя под угрозу любые надежды оставаться в первой десятке. Если прибавить к этому проблемы с расходом топлива, вуа, что называется, ля, ля, а не гонка. Алонс, надо сказать, еще в прошлое пришествие Формулы-1 в Катар, чувствовал себя тут более чем хорошо и даже приехал на подиум, чем невероятно порадовал тогда всех своих поклонников. Так что ни смена команды, ни более жесткие климатические условия не помешали ему вновь проехать здесь хорошо. Проехать отлично помешал подогрев сидений, случайно привезенной командой с комплектацией Астон-Мартина для северных стран. В общем, пятую точку Фернандо, большую часть гонки, круга с пятнадцатого поджигала не по-детски. Что ж, до подиума, ну, в отличие от того же двадцать первого года, в этом у Фернандо их уже вагон и маленькая тележка. Да, возможно, не хватает победы. Дед тащит. Ну ничего, время еще есть, а в оси дождемся. Некоторые не столько ждут, ага. В конце концов, победа в гран-при это вам не победа в чемпионате. Дождаться ведь проще, правда, красные? Потому что не сдаются и все, не только мы. Лэнс Строп. Я бы хотел вступиться за парнем. Да, Дэди Кэш, да, может быть, не самый результативный пилот. Но что началось-то вообще? Одно дело, когда какой-то там юмор и стеб ни к чему не обязывающий, а вот вот он там да, руль кинул. Да блин, захотел и кинул, это живые эмоции, то чего совершенно нет в этом уже давно стерильном мире. Тут же, ой, мамочки, он там рукоприкладствовал и избил физио, чего? Вы вообще с ума сошли нахрен кто вообще все такие, кто это пишет? Я лично в этом вообще ничего не увидел криминального. Это выглядело, знаете, как когда один хороший друг другого как бы отталкивает, потому что тот назойливая муха лезет или у первого что-то случилось, может быть, адское, может быть, мир рухнул. Да просто психанул. Этот все равно своей улыбкой дебильной лезет и лезет. Короче, хорош парня щемить. Ему и так там тяжело рулете, педальки, хрен поймешь. Карлос, получается, умнее всех остальных оказался. Да, к нему потом присоединились еще некоторые, но в целом он понял, что эта духовка не для него и... Вообще, конечно, я думаю, в Ферраре надеялись, очень надеялись, что победа в Сингапуре станет таким поворотным моментом в этом грустном сезоне и вообще хоть как-то поднимет боевой дух. Ну вот, Макларен забирает всю славу себе в Японии, а тут в Катаре оставшийся один Леклер. Слушайте, выглядел каким-то немного потерянным, что ли. То есть, он вроде бы проводил отличную гонку, но в ней ничего не происходило. Он ничего не отыграл. А тут еще эта выскочка на Мерседесе обратно с последнего места прорывается. Ну что такое-то? Обидно. Красные должны страдать. Ну-ка, признайтесь, сколько из вас, садясь за просмотр Гран-при, такой мыслью вдруг овладели, что вот, теперь-то Мерседес точно победит Феррари в Кубке Конструкторов. Все, готовы. Боевое развертывание пожарного с поезда через разветвление на рукава А и Б. Нормативу приступить. Не, вообще, конечно, если посмотреть на результаты Джорджа Рассела на финише, то кажется, что вполне бы могли. Много чего могли бы. Вообще, конечно, я окончательно убедил себя в том, что Рассел едет хорошо только в тяжелейших условиях, когда надо превозмогать, когда надо прорываться. Это все, видимо, досталось в нем еще с Вильямса эпохи полного беспросветного ведерья. А что, где кубица-то? Как страдать, так хорошо, а как все хорошо, так в стену въедет или еще в кого-нибудь. Такой вот он наш Джордж Рассел. Льюис в этой гонке, кстати, тоже сделал невозможно. Он признал, что сам дурак, а это, знаете ли, дорогого стоит. Хотя гонка для него, конечно, полное ничего. Макларен, подиумы, триумфы, успеха, буквально все, и кажется, что мы все такие должны были тут кучать. Лан, да, ла, и он такой должен был в окружении топовых женщин, рек шампанского и прочих прелестей отправиться домой в Великобританию на частном самолете и пить там недели две до следующей гонки. Но, к сожалению, для него это место в центре внимания и, возможно, даже некое лучшее расположение команды было украдено его сокоматником, новичком Оскаром Пиастре. Ланда в Пиастре? Пиастре – это, пожалуй, самое главное открытие этого года. Впрочем, как и сам Макларен, который наконец-то поехал. Но то, что тихоня Пиастре сделал с Ланда в те выходные, я думаю, станет понятно нам лишь через какое-то время. В целом же, просто потрясающая гонка для обоих молодых пилотов. Молодость помогла им выдержать этот сумасшедший темп и не так уж сильно отстать в итоге от победителя гран-при. Да, на последних кругах Норрис чувствовал, что он быстрее Пиастре и хотел получить разрешение на эту драку, обогнать там его. Но на мостике Макларен как-то там люди такие «Не-не-не-не, у нас там битва в Кубке Конструкторов, у нас там Астон Март, никаких гоночек не надо». И вот Норрис снова второй. Второй раз за один уикенд получается какая-то вторая скрипка сегодня. Ох, что-то будет. Чисто математически, ну, так сказать, технически, Серхио Перес въезжал в этот уикенд как единственный гонщик, который все еще претендует на титул. И, наверное, где-то в наших романтических фантазиях было бы неплохо, чтобы он там посражался за этот титул, провел лучшую гонку в жизни, ну, или сделал бы хоть что-то. Но, увы, вновь не в этот раз. Вместо всего этого гоночный уикенд в Катаре стал еще одним серьезным разочарованием. Плохая квалификация, авария в спринте, изуродованная машина и, как итог, старт из боксов для того, чтобы прорываться сквозь весь пелетон за одним-единственным очком, которое уже не имело абсолютно никакого значения. Раньше гонки были лучше чем-то. Да, Макса непременно нужно поздравить с титулом. Он вновь вписал свое имя в книгу рекордов Формулы 1 и стал трехкратным победителем чемпионата. Это высокое, высочайшее достижение и хоть сколь принижать его уж точно не имеет никакого смысла. Трехкратный чемпион мира Макс Ферстаппин. На самом деле самые искренние поздравления. Но сегодня хочется сказать о другом. Тут вот в Катаре став трехкратным, причем, мне кажется, он уже, знаете, был бы чудо, если бы так не случилось. Но вот здесь Макс, кажется, впервые в жизни ехал не в полную силу. Да, казалось бы, ему как бы и не нужно было уже, но он же так никогда не делал. Неужели он все-таки может хоть иногда расслабиться, отпустить, перестать быть гоночным киборгом и хоть на одну гонку быть простым человеком? Ну, а у меня на этом на сегодня все, дамы и господа. Это был задержавшийся обзор ниже мысли о Гран-при Катара. Кто знает, может быть, где-то там на окраинах Вселенной витает и обзор Сингапура. Впереди еще пять гонок. И давайте просто верить в то, что все они будут интересными, как и практически весь этот сезон 2023 года. А остальное, как и с моими этими обзорами, да и фиг с ним. Все, друзья, удачи, берегите себя, ну и, конечно же, да пребудет с вами сила. Мир поклонников Формулы-1 давно уже делится на два непремелимых, киплемелимых, непремелимых. И в спринте это авария с саджентом, и в гран-при будто бы надетая шапка невидима. Где, где, что ж такое? Хорошая ли гонка для команды, оба пилота до которой после... Все, куда? Знаете, вот так вот. Вот так и сказали, как колки. Подлайкайте, ставьте писки. в глаза Пролетаем большие города, там люди и...